Здравствуйте! На телеканале ННТ новости Дагестан, в студии Патемат Ханапова о самых ярких событиях дня в анонсе. Освобождены лиц под стражи. Из СИЗО выпустили четырех фигурантов дела о погроме аэропорта Махачкалы. ОСАГО с рук в Дагестане участили случаи мошенничества с автостраховками. Под мирным небом страны гор. Дагестан продолжает принимать на отдых детей из приграничных регионов России. Опыт стартовали с ничьи, а вот как закончится матч между собой у Махачкалинского «Динамо» и Краснодара узнаем совсем скоро. Следователи задержали еще одного аниматора дома ужасов в Махачкале, где во время игры погибли две девушки. Сотрудника квестхауса уже допросили. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. В Следственном комитете Дагестана отметили, что он также проходит по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее по этой же статье был задержан его 18-летний коллега. Напомним, что в ночь понедельника во время сеанса в доме ужасов погибли две подруги 19 и 25 лет, и еще один человек пострадал. Из СИЗО выпустили четырех фигурантов дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщают ряд федеральных СМИ. Арсен Арбулиев, Сайта Панди, Абдул Азизов, Нажмудина Бакаровы, Малик Алиев освобождены из-под стражи. Отметим, что в дагестанских тюрьмах находились 140 участников мятежа. К административной ответственности были привлечены более тысячи человек. Общий ущерб, нанесенный в воздушной гавани, эксперты оценили в 285 миллионов рублей. Более того, миллиарда рублей за должности собрано за полгода приставами Дагестана. Таков результат применения к неплательщикам меры принудительного взыскания, а также увеличение рядовых мероприятий совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и Центра организации дорожного движения. За это время окончено более 12 тысяч исполнительных производств, 10 тысяч из них – штрафы от ГИБДД и более тысячи – налоговые платежи. В рамках мероприятий также были арестованы 120 автотранспортных средств. В Дагестане участили случаи мошенничества при оформлении автостраховки. Об этом сообщает региональное отделение Банка России. Эксперты советуют не покупать полис ОСАГО с рук, так как бланк может оказаться фальшивым. При этом гражданин может потерять свои сбережения и получить штраф за езду без обязательного документа. Владельцу фиктивного полиса не компенсируют затраты на ремонт своего и чужого авто после ДТП. А при получении выплат по фиктивной страховке ситуацию могут расценить как мошенничество и привлечь владельца транспортного средства к уголовной ответственности. В случае покупки полиса в интернете важно уметь распознать официальный сайт страховой компании от мошеннического. На сайте-двойнике вы можете потерять не только деньги за страховку, но и те, что есть на банковской карте, с которой вы оплачивали полис. Дагестан вновь распахнул свои двери для детей из новых субъектов страны и приграниченных регионов России, которые подвигаются массированным атакам. В этот раз группа из 200 школьников прибыла из Курской области. Их на железнодорожной станции Манас встретили представители власти, общественные деятели и журналисты. Подробности в сюжете. Летний отдых и оздоровление на побережье Каспийского моря, экскурсии по достопримечательностям республики, яркие эмоции и насыщенная программа ожидают наших гостей. Это уже третья смена. Мы встречаем их, детей. Они оказались в трудной жизненной ситуации, положении. С таким хорошим настроением они приехали. Также надеемся, что они в таком прекрасном настроении и уедут от нас впечатлениями. Ни для кого не секрет, что Курская область сейчас находится не в простой ситуации. Жизнь и здоровье детей постоянно под большим риском. Поэтому Дагестан всегда готов протянуть руку помощи и поделиться своим теплом с теми, кто нуждается в поддержке. С марта этого года принимаем ребят из Белгородской области, Запорожской области, Луганской народной республики. На сегодняшний день, если брать помесячное количество отдыхающих у нас на сменах, уже около двух с половиной тысяч детей прошли отдых, оздоровление в республике Дагестан. Поэтому республика Дагестан первой пришла на помощь субъектам, обратившимся за помощью, приграничным субъектам России, которые находятся под постоянным обстрелом со стороны наших врагов. Поэтому мы и дальше будем такую помощь и содействие им оказывать. Для многих ребят это первая поездка в Дагестан. Ждали они ее, признаются юные гости, с нетерпением. Новые знакомства, смена обстановки и положительные эмоции – это то, что сейчас им необходимо. Круто, весело, мы играли с друзьями в всякие игры. Все было интересно. Первый раз вообще в лагере? Нет. Я второй. А в Дагестане первый раз? Первый раз. Меня зовут Вова, я приехал из Курской области, села Коренева. Скажи, как дорога прошла вообще? Дорога прошла очень классная. В Дагестане первый раз? Да, в Дагестане первый раз. Что ожидаешь в Дагестане? В лагере отдохнуть хорошо. Дети будут размещены в двух лагерях Карабудахкенского района. Смены продлятся с 23 июля по 12 августа. Их будут ждать увлекательные приключения, новые знакомства и незабываемые впечатления. Хадиджа Дранкин, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бигбарзов. Новости ННТ, Карабудахкенский район. Не забывают дагестанцы помогать и военнослушащим, которые находятся в зоне специальной военной операции. Вода – то, в чем острее всего нуждаются наши бойцы. Накануне очередная партия была доставлена в Ростов посредством благотворительного фонда «Инсан» вместе с религиозной организацией «Мусульман Аманат». Это более 40 тонн питьевой воды. Там с передовой обратились, сказали, что острое нужда в воде есть, в питьевой воде. И нашелся миксенат, который через благотворительный фонд «Инсан» Ростов отправляет туда 40 тонн питьевой воды. Это осень «Камазов» будет началась. Сегодня первый «Камазов» мы грузим. И через каждые 10 дней по одному «Камазу» будет началась. Махачканинская «Динамо» матч второго тура «РПЛ» проведет в Краснодаре против одноименного клуба. Встреча команд, которая состоится 28 июля, будет закрывать программу второго тура. Начало матча в 20 часов. В конце июня команды играли между собой в рамках контрольного матча. Тогда победу со счетом 2-0 одержали краснодарцы. Оба коллектива стартовали в премьер-лиге с ничьи. Пять команд из Дагестана сыграют в финале школьной футбольной лиги в Москве. Турнир пройдет в сентябре. Впервые в республику в возрастных группах до 13-15 лет будут представлять команды девочек. Среди участников предстоящего турнира команды махачкалинских лицеев номер 5 и номер 30, а также гимназии номер 13 и школы номер 41, а также средней школы номер 21 города Дзербента. Всего в финальном этапе лиги сыграют 150 команд из 58 регионов России. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала Патемат Ханапова. Читайте еще больше новостей на нашем телеграм-канале. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин